добрый день дорогие друзья эта капля посвящена продолжению интервью с пастором ирконат должны ли мы как церковь или просто даже как активные христиане бороться со всевозможным социальным злом таким как аборты пропаганда гомосексуализма наркомания безотцовщина развал семьи и так далее давайте мы послушаем что об этом и вообще толерантности о взаимоотношении с неверующими говорит наш казахский друг ну я думаю да и здесь вы знаете слова толерантность она сегодня модно и она больше такую знаете толерантность она может применительно касаемо там определенных вопросов я согласен оно должно быть касаемо национальности там цветы кожи там еще знаете вот эта терпимость проявлений к человеку человеколюбия но вот в этом смысле слова да да и я согласен допустим толерантность в отношении допустим к греху к чему бог ну конкретно говорит что этого но это зло и этого но не нужно делать то здесь я кардинально знаете ну по крайней мере моя такая позиция что сегодня просто человек он не знает потом почему у меня есть просто опыт такой мы общались с молодежью которые как раз были они но они считали вот это вот противоестественное общение нормальным то есть ну противоестественное помогу в писании как павел то есть если вы понимаете да и это были подростки и когда мы просто с ними разговаривали они просто не знали что это но это плохо почему потому что просто элементарно в их семьях не было мужчин и я и но фактически даже но они воспитывались ну как то так так скрыли совсем не воспитывались и когда просто сегодня это знаете когда я на них смотрю это один из них он ходит к нам собрание он женился у него семья хорошая и просто вот так смотришь и думаешь ну надо же и вот вот эти вот вещи они это всегда это 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 нечто другое то есть это совсем другая поэтому позиция моя да обязательно и сегодня если мы не будем своей жизнью говорить об этом то есть опять-таки как подходить к этому конечно не радикально то есть к этому надо подходить так как учит писание то есть через любовь то я думаю что это будет вот оппозиция да она должна быть и я считаю что вообще знаете как ну я не знаю может мне легче но я вообще считаю что сегодня христианство у меня вот родные и близкие они они находятся ну вот в исламе мусульмане они и мы вот часто сидим разговариваем в исламе мужчине можно иметь четыре жены я говорю в христианстве можно иметь только одну и если говорю сегодня вы скажете что христианство это знаете некому у людей такое неправильное восприятие они думают что в христианстве можно делать все то есть можно разводиться можно употреблять спиртные напитки там можно делать все что хочешь и вот это вот такое знаете вот мнение о христианах вот и я часто с ним сталкиваюсь то есть это вера в которую можно делать все и вот у меня сын он тоже ходит в мечеть мы с ним часто разговариваем не говорит но когда мы с ним общаемся он не всегда говорит о том то что папа как христианство ну очень строгая вера беты я просто знаю это надо я знаю что иисус ночью уровень веры и он поднял вообще ну на такую серьезную планку что и ею соответствовать и быть в ней это не так просто мы начинаем новый такой сериал в капли я назвал его условно простые люди и мне бы хотелось предложить каждому из наших зрителей каждому кто смотрит сейчас меня принять в этом участие мы с вами включая интернет телевизор мы смотрим больших великих проповедников людей которые занимают определенную позицию они высказывают свое мнение по богословским вопросам по вопросам жизни веры церкви взаимоотношениям и так далее мне бы хотелось предложить вам простым людям простым христианам высказаться возможно у вас есть что-то наболевшие какие-то откровения какие-то вещи которые вы хотели бы рассказать другим вы считаете что это действительно важно и может принести пользу другим людям как верующим так и неверующим поэтому если у вас есть желание напишите мне и мы обязательно снимем минимум одну две программы спасибо за просмотр!